Пить кофе и подниматься на 9 этаж. Это самая большая ошибка. Закончилась первая пара по пропеду. В этом семестре первая пара вообще-то. Да. И вообще у нас в понедельник самый лайтовый день. У нас только одна пара. Но зато остальная вся неделя это трэш. Просто трэш. Девочки, как ваши первые впечатления от первой пары? Ничего прекрасного. Пришли на полчаса, посидели. Нет, ничего. Очень короткая пара была. Да. Но мы повторили все, что изучали до этого. Да. О, Лёвки. Следующая пара это тоже будет повторение. А потом уже мы начнём изучать что-то новое. Саида. Hello. Все сегодня красивые, нарядные. Потому что первый день. Как бы все шикарно выглядят. Все друг другу рады. Вроде как. Вот такие вот дела. Потому что пара в 11.30 можно собраться. Посмотрим, как всё будет выглядеть завтра в 8 утра. Да. К сожалению, завтра вставать рано. И приходить тоже рано. И уходить очень поздно. Я не знаю, как завтра будет проходить день. Но я надеюсь, что всё сниму и покажу. Саида, скажи ещё раз то, что ты сказала. Сначала по этим лестницам. Это странно. Это очень странно. И спускаться я люблю. Но спускаться я тоже люблю. А подниматься вообще нет. Стандартная ситуация. Она не держит. Видела, я пойду. Не, мне кажется. Фу, ё-моё. Встреча когда была. Это я на видео надеюсь. Вот на туритормосы. Не уверен. А ты чё? Ты как-то я нашёл. Он даже не там. Я сейчас забрала. Казалось бы, учёба только началась. Сиди и развлекайся. Но нет. В среду мы уже сдаём модуль по патанатомии. И поэтому сейчас я сижу и учу патан. Почему так вышло? Потому что в прошлом семестре мы учили одну часть темы. И в этом семестре мы научиваем другую часть. Сдаём модуль. А после модуля мы уже сдаём колок. И прикол в том, что на тот момент как бы никто не учил патан. Вот эти последние темы. Потому что тогда в приоритет ставились другие предметы, по которым мы сдавали экзамен. Ну, понятное дело. И поэтому сейчас надо выучить всё заново. Поэтому я сижу на самой первой теме. Атеросклероз. И надеюсь, что просто успею выучить это всё к среде. И причём я хочу выучить не просто как к модулю. Модуль — это как бы короткие вопросы, на которые ты даёшь короткие ответы. А хочется выучить сразу всё полностью, чтобы потом колку было легче готовиться. Сегодня вторник, и у меня сегодня довольно сложное расписание. Поэтому я надеюсь, как-то выжить. Посмотрите, какие милые открытки нам подарила Саида. У нас был перерыв, чтобы покушать. Но там была такая большая очередь в России. Там была такая большая очередь, что у нас закончился перерыв, а мы ещё не поели. Ну, идём обратно. Это наша милепутенькая аудитория на 30 человек. Здесь очень мало места, но, в принципе, нормально. У нас закончилась фармакология, и нас отпустят чуть-чуть пораньше, поэтому мы успеваем пойти поесть. Мы решили выйти на улицу и сходить куда-нибудь поесть. Именно на улице, а не в нашей столовой. А потом пойдём на пару по банке диалога. Полина, расскажу твоё впечатление о фармакологии. Первое. Мне очень нравится, потому что надо вспомнить лоты. И, понимаете, мне относиться к рецептам ничего не забыть, а это уже сложно. Вот, а так, мне кажется, интересный предмет, очень неважный. Можно будет всем просто неинтересовать, что им оттенции. Вообще, у нас очень классный преподаватель по фармакологии, поэтому мне пока что нравится. Он очень хорошо объясняет. Мне очень понравилось учить их отписать рецепты и выручать свою подвеси. У меня сломалась Сунька. Мы оцениваем, кто, на сколько загорел. Эмили. Вы угоните? Эмили, потом я, потом можно. Нам принесли наш заказ. Мы пришли на патфизиологию. Ждем, пока начнется. Мы закончили патфизиологию и идем на третью, последнюю пару. Пару часовую. Это не пара в университете. Это пара 3 часа. Какая бомба. Да. Причем это пара по гигиене. Мы не знаем, что там толком будет. И надеемся, что нас отпустят пораньше, потому что мы очень-очень устали. Вот. Тут красивый садик. Да, красивый садик вокруг. Ходим-ка, быстрее. Давайте геймся. Да. Вы остались этажи. Продолжение влога про гигиену. Мы приехали. Мы закончили гигиену. Сегодня разбирали рацион питания. Это было прикольно. Думаю, что нравилось. Да. Я влог с вы снимаю. Последняя. Гигиена очень интересная. Да, в домашних нет. Но на паре делаем и все. Вообще, мы снимаем скотинь. Я любим у тебя еще тему, что не сниму. Ребята, знаю, что меня смотрят многие выпускники, которые хотят поступить в медицинский университет и совершенно не знают, что делать в 10-11 классе. Найти свой предмет, своего репетитора очень сложно, тем более, когда в школе не прививают любви к таким предметам, как биология и химия. Поэтому первое, что нужно сделать при подготовке к экзаменам, это повысить свой интерес к данным предметам и систематизировать всю свою подготовку. И в этом вам помогут ребята, которые давно этим занимаются и знают в толк в этом деле. Поэтому хочу вам порекомендовать один из путей, который бы я выбрала сейчас сама для себя, для своей подготовки к ЕГЭ. Это онлайн-школа ЕГЭ-Лэнд с нереальной Женей Химичкой. Женя Химичка уже не первый год готовит ребят к экзаменам, объясняя различные сложные темы максимально доступно, используя мемы, рэпчик и вообще, кто знал, что так можно готовиться. После подписки на ее канал ты сможешь разбираться в химии на все 100%, ежедневно получая советы по подготовке и много других плюшек, которые помогут тебе затащить ЕГЭ на сотку. К тому же это все абсолютно бесплатно и находится в открытом доступе у нее в телеграм-канале. Каждый второй Женин ученик сдает ЕГЭ на 80 плюс баллов. Средний прорыв по баллам у ее учеников составляет 63 балла с первого пробника, в то время как в других местах он достигает еле-еле 55. Вообще ЕГЭ-Лэнд не первый год ставит новые рекорды по количеству 100-бальников. Они выпустили более 117 тысяч учеников. У них десятки тысяч восторженных отзывов прошлых выпускников, поэтому точно могу вам посоветовать Женю. Поэтому подпишись на ее телеграм-канал именно сейчас, чтобы не пропустить полезные материалы. Сегодня среда и первая у меня физра. Мы пришли на физру, нам заранее сказали, что форма не нужна, и сейчас просто пишется список наших групп, а мы просто гуляем. Пытаемся найти тенечек, потому что сегодня очень жарко. В общем, нас отпустили с физры, мы сейчас идем сидеть где-то в бруснике, наверное, и учить потан, потому что мы сегодня встаем модуль. И никто толком еще не выучил его, конечно же, но мы выручили. Я выучила половину, я не знаю. Я выучила. Пришли учить файлы, которые нам сделала Орли к модулю. Мы дошли до ОТЗ и коротко о наших местах. У нас просто VIP-места. Прямо рядом с преподавателем. Полный кабинет. Мы вышли с ОЗЗ. И какие впечатления? Оказывается, вам надо писать. То есть мы писали по диктовку, разные термины. Вот и все. Сейчас идем на потан. У нас есть час, чтобы повторить, выучить все, что мы не получили, и сдавать модуль. Мы пришли на нашу последнюю пару, патанатомию. И сейчас готовимся к модулю. Мы вышли с патана. В общем, нам перенесли модуль, поэтому мы просто посидели, как на обычной паре. Все нормально. У тебя готовились? Да, и я люблю Майю, а Майя. У нас любовь. Все мои одногруппники дно. Я не вставлю. У меня прекрасные одногруппники. И одногруппницы. А мы уже пошли? Почему-то тоже не делали круг. Подзерутся. У нас самая лучшая в мире группа. Потому что в ней есть мы. Не капли. Не могу. В общем, мы идем кушать. Как обычно. Ничего нового. А это что? Это боти-шоп. Что? Дагестанская кухня. Лаваш, ты и ты, что-то из-за мед. А из чего этот лаваш? Пробую. Снимаем. Что там? Спортное масло. Очень много масла. Сегодня у меня снова три пары. Ага. Мы вышли с ОБХ. Очень сонные. Да. Сейчас идем кушать. Вот-вот-вот. Обстановочка. Извините. Мне кажется, не стоит говорить, где мы. Мы во вкусное тоско. Процесс закончился. И мы идем на английский. У нас есть на сто двадцатой странице перевод письменный. Прямо сейчас. Чуб со сном. Она говорит, нормально, четыре часа поспала. Да, да. Гигиена, не знаем, что там будет. Нормально. И завтра опять вставать. В шестер. Ой, а сколько она стоит? Четыре утра? Две или два. И никогда не опаздывает. Раньше все приходят. Короче, супер. Пупс. Вообще всем вот так.